And what do you two do then? We're... Subscribers. What? Subscribers. Don't tell me I'm still on that f***ing... YouTube channel. Это вторая часть образовательного сериала для пожилых биосов всех возрастов. Ссылки на остальные серии находятся под роликом. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Пухлые мои лепроды, вы доставили мне много радости своей активностью, а поэтому наш банч подготовил для вас новый сочный дар контента Мякоть. В прошлый раз так много было узнано про этот дивный мир и цепь миров, оторванную от мира всего. Фастрал посетили, познакомились с липким и пальцем, да узнали, чем живет обычный вангер. Нам доверили задание по путешествию на Глоркс с целью исследования и добычи нюхи куклы Эллиподовской, коей Эллиподы хотят уторчаться. Как вы помните, в нашем Мехосе есть устройство под названием Спираль, что отвечает за переход через коридор. Правда, для начала его надо зарядить, а зарядил я его имбой Энерджи! Ох уж этот дивный сладкий мед без сахара. Для тех, кто не в курсе того, что происходит в мире высококачественных сухих энергетических напитков, имба это чудное чудо с самыми разными вкусами на выбор. Вишня, яблоко, киви, малина, мохито, клюква, оригинал и множество других. Внимание, внимание! С нами прямо сейчас связалось официальное представительство имбы Энерджи, и они сказали, что пока мы тут с вами вели речь, они уже успели придумать и создать 11 новых, разнообразных, прекраснейших вкусов. Зачем ходить в очереднярский магаз и трогать кроносифилисные банки, когда можно заказать особую вангерскую доставку до своего эскеева, а? За небольшую кучку бибов ты сможешь позволить себе, допустим, вот такой дивный зиплок с 15 порциями внутри. А если брать по моему промокодику, то еще и скидончик получишь. Но вот вопрос. А зачем? Зачем ограничиваться одним лишь зиплоком, когда можно по особой скидке до 32% приобрести комбо-набор со всякими ништяками, как те же фирменные антисептики, а? Имба Энерджи! Переходи по ссылке в описании под роликом. Рофл-рофлами, а Глоркс сам себя не объездит. Спираль заряжена, а коридор перенес на совершенно другой и неизвестный нам мир. Глоркс, вот он перед нами. Сам он представляет из себя куда более опасный район, чем тот же Фастрал, ведь если в первом мире были кочки, дороги до речки, то тут всюду сплошная вода с водоворотами и взрывными котяхами сомнительного происхождения. Единственное здесь, что позволяет пересекать эту воду, мосты, которые то и дело норовят проломиться под колесами меха, вынудив нас упасть в вонючую воду. Короче, мы в Красноусольске. Элиподы попросили нас набрать нюхи, но как выглядят куклы и где их искать, никто не сказал, и на то есть причина. Вы были готовы к путешествию на Глоркс, но лицезрению кукол... Нет. Мы их просто не способны увидеть в нашем нынешнем состоянии. Правда, сказать об этом, видимо, сложно. А значит, стоит подробнее ознакомиться с Глорксом и с этими самыми бибуратами, которых элиподы, мягко говоря, ненавидят. Ближайшим бибуратским эскеевым будет Вигбу, внутри которого главенствует Буравчик. В бюро. Вижу беглую козявку. Обнаружил Буравчик. Приступаю к процедуре рабикации. Раб, ты поступаешь в департамент утряски беглых вангеров. Все твое имущество конфисковано, как нажитое преступным путем. И ведь он не соврал. Наш мехас и бибы наглым образом отняли. А нас самих же зачислили в рабы. И посадив в это мелкое прыгучее убожество. Ну что это такое? Как на этом ездить? Чтобы в будущем нас смогли отличить от другого беглеца, нам вручают рабокс. Что очень по своей функции напоминает паспорт. В него записывают наши успехи. И именно по нему судят о необходимости нашего прогресса, то есть повышения. Либо же при лютых косяках нас подвергнут деградации, что означает понижение. Я не шучу, это реальные термины в этой игре. Его таскать мы должны все время в своем инвентаре, иначе нас примут за нелегала, либераху или неформала, и снова превратят в раба. Вот тебе и приехал на заработки. Ха! Прямо как в жизни! Нашей же обязанностью ныне стала убогая работа курьера кустов и героина. Отклонения от приказов караются. Бюро нужны послушные рабы. Ха! Конечно, сейчас многие из вас откровенно не понимают, что только что произошло, и, возможно, воспринимают это как странный троллинг со стороны разработчиков. Какие-то бибураты взяли да обчистили нас. Почему? За что? Героин? Чего? Обо всем этом вы узнаете в процессе углубления смысла Глоркса и бибуратское житие. А пока что давайте попробуем на этом псевдомехосе под ироничным названием Доход довести один героин до лампасов, где он и нужен. Даааа, ой, господи. О, ой, ёп. А я еще на кислый мехос грешил за сложность в управлении. Эти маленькие машинки абсолютно беззащитны, и существование их водителя подвержено огромному риску. Мало того, что нас любой может просто задавить и не заметить, а мой вангер едет на доход. Так ещё и вместо слотов нам буквально вручают встроенную пукалку. Да, это буквально пукалка. Спасибо тебе, Кранк. Очень юмористично. Да зачем же я это вновь, да господи, да соя, да соя, да соя, да соя, да соя, да. Мы внутри лампасов и знакомимся с товарищем Гирей. Он, как и все остальные в этой игре, миметичен. Рабы, рабы, рабы и все тщедушные они. Осторожнее обращайтесь к героинам, криволапый. Гиря хоть и суров с виду, но на деле он достаточно забавный персонаж. Сидит себе в лампасах и отвечает за бибуратские спортивные игрища, в которых участвует как раз таки героин. Под героином имеется ввиду отважный бибурат, что был отобран для этих увеселительных и самоубийственных мероприятий. А зачем тщательно упакован для переезда? Это посылочка и есть героин. А коль вас так смущает название, то знаете, что в данном случае слово героин произошло от слова герой. Ха! И на перевозке этого самого героина можно неплохо заработать. Господи, это же звучит ужасно. Особенно после назначения на роль бибуратского раба. Это типа получается, что все кладмены рабы работающие за бибу. О, а вот и главбарыга в тележке написал. Вторым товаром, что может помочь нам в продвижении по сюжету, являются кусты. Они выглядят словно героин, потому что внутри тоже сидит бибурат, но только морально бракованный или провинившийся. Этого несчастного необходимо доставлять на огород, а конкретно некому деду по имени Абурец, что взращивает из кустов жабли. Не на спидах, а украшенный. Ладно, я понимаю, без пояснений все это звучит максимально шизоидно, но именно пройдя через этот хаос, вы теперь все сможете понять. Бибураты лишь с виду жестокие деспоты, подвергающие незнакомых вангеров и рабикации. Делают они это без злого умысла и даже считают ее действия сугубо благим. Сами они, так же как и элиподы, живут по циклам, только тут куда все страннее, ведь их жизнь усложнена уставом, правилами жизни бибуратов. В устав входит необходимость следовать циклу, соблюдать правила и просто быть ответственным согласно своему положению. По мнению бибуратов, жизнь без устава ужасна. Устав придумало бюро, чтобы ты не болтался попусту по мирам и чтобы заполнить пустоту в твоих мыслях. Благодари судьбу, что ты обрел устав. Бюро придумало за тебя, утонувшего в глупости, что, когда и как надо делать. Это великое деяние мы назвали уставом. Устав говорит тубому рабу, что надо делать, чтобы принести пользу бюро, а именно поставь лайк под роликом во славу бюро. Да, это вот именно бурец сказал сейчас, да. Конечно, сейчас их слова не до конца информативны и искренни. Ведь мы всего лишь раб, но в будущем мы сможем все подробнее узнать. Характер бибуратов военно-спортивный с щепоткой бюрократии. Мехас, казенное имущество, выдано тебе на срок службы в бюро. Вполне возможно, эти земли были полем боя во время супа существ, а сами они результат смеси солдат с обеих сторон. Поэтому у них всегда патриотизм, рабы, война. Все надо делать по правилам, наказание за косяк суров, а за отсутствие патриотизма и горячего характера тебя отправят на огород, как инакомыслящего дезертира. Да, героин это патриотичные доблестные бибраты, а кусты это считай юные умы, что наоборот не согласны с режимом и очень грустят от того, что вынуждены жить по уставу. Пока что этого кусочка лоры вам вполне хватит. Тем более наш вангер раб, а раба такие высокие материи волновать не должны. Ты, порох, сиди себе на глорксе! Вози мне кустики и не думай о другом! Да вожу я, вожу, а куда? Ну не патай! Конечно, возить по глорксу по одному героину или кусту не весело, а особенно делать это на мелком доходе. Да, это обязательный экспириенс для полноценного понимания, я не спорю, но все равно он заходит как ананас ванус против шерсти. Поэтому мной было принято волевое решение вернуться на фастрал и нафармить всяких ништяков и стойников на продажу. Так я очень быстро заработал на сравнительно недорогой, но весьма кайфовый мехас, походящий на Волгу. Транспорт, конечно, не самый топовый в плане пользы, но очень эстетичный. Гонять на таком — сплошное удовольствие. And I'm going to through the night down the hill. I'm running my new owner. Уже с более вместительной и кайфовой машиной под нашим банкерским седалищем я смог хорошечно прокачать свое курьерское портфолио на глорксе, из-за чего бибураты посчитали нас рабом повышенной полезности. А это, между прочим, комплимент. Ныне мы не мелкий чумошник-раб, а прораб. Я прораб среднего звена. Я не катаюсь под, я катаюсь на. Должность — это ответственная, так как частично увеселяет банчи бибуратов, ведь прорабы принимают активное участие в бибуратских циклах, и циклы эти необычайны. Всего их три. Это прогресс, выбор непрекаянных и героизм. Прогресс для нас не особо важен. Все бибураты заседают, да решают, кого повысить, какие законы отменить, а какие новые принять. Короче говоря, бибураты страдают какой-то фигней. Самое же веселье происходит в сезон выбора непрекаянных и период героизма. Прорабы гоняют по глорксу и собирают то, что из себя высирают летающие плоды под названием жабля. Во время выбора непрекаянных летают жабли пожилые, и высирают пипетки, что есть спелые плоды жаблей. А в героизм летают жабли молодые, которые высирают плоды ядробусов, что есть пипетка недозревшая. Под действием ядробусов бибураты в лампасах дуреют, берсеркуют и более увлеченно участвуют в игрищах, и превращают с ее действия в кровавое месиво. Например, могут спокойно отрывать себе конечности ради победы, или даже вырвать с корнем свою голову, положить вместо нее ядробус и попробовать добежать до финиша. Да, ядробусы также используют как спортивный инвентарь. Егидный гиря каждый раз придумывает, под что и как использовать данные плоды, попеременно подумывая над новыми состязаниями. Прораб, я, гиря, твой вождь, заботюсь о тебе. Сами же жабли появляются благодаря тому, что обурец в своем огороде внутрь куста всаживает пипетку, которая потом сливается с оппозиционным бибуратом и становится летающей жаблей. А рыночек-то не порешал. Вот так прорабы и живут. Стараются собрать для обурца как можно больше пипеток, а для гири ядробусы. Победитель получит много гешефта, а в будущем и звание агента. Плюс уже сейчас мы можем многое узнать от наших начальников. Они не глупы и обладают знаниями, как верными, так и ошибочными. Допустим, про бибы они говорят то, что именно так выглядели Криспо, а коридоры есть строение софти. Элик и нимбос у бибуратов вкусная жратва, а если бы не нюха, то не было бы циклов, а жизнь остановилась бы. Именно из-за своей прямолинейности порой бибураты куда богаче раскрывают здешний мир. Те же или поды поэты, а поэтому имеют привычку приукрашивать и привирать. Бибураты многое знают и прекрасно понимают суть вещей. А что или кто есть палец, советник? Кусок липкого. А что или кто есть софти, советник? По информации, полученной среди циксов, софти имеют отношение к фастралу. Воооот. Это совпадает с информацией нашей, что фастрал был одним из основных мест бытия людей в цепи. Наши разведчики докладывают, что или поды анимешники. Интересно все это, но надо расти карьерно. И придется нам в игру влезть, наверное. Меня эти бибуратские вакханалии интересуют меньше всего, ведь гонять по глорксу в попытках опередить других вангеров дело не сказать, что интересно, особенно тем, кому больше по душе ленивые или поды. И именно поэтому меня радует то, что разрабы добавили возможность альтернативного сюжетного прогресса. Мы можем забить на эти игрища болт и просто заработать 50к бибов. И тут еще сейчас я вне текста говорю, потому что я помню то, что забыл об этом написать, но хотел. Это вот к слову насчет 50к. На самом деле, я как бы, я человек умный, и вангер их знаю толк, и я специально позволил себя подвергнуть рабикации. Дело в том, что мы можем этого избежать, если сначала залететь в огород к обурцу в особый период цикла и раскопать у него уже мусорный лежащий где-то рабокс. Взять его себе, и с нас ничего не отберут, мы будем ездить, как обычно. Но, если мы именно таким образом получим рабокс, то получить ключ на глоркс из звания агента мы сможем только по достижении не 50к бибов, а 150. Так что тем самым я знатно облегчил себе жизнь. Все это многоходовочка, ребят. Кто уставы соблюдает, тот до агента дорастает. За это нас посчитают уж больно продвинутым вангером, и сразу же пропишут в рабокс, что мы агент, и вручат ключ в другой мир некрос. Буравчик желает, чтобы мы выполняли на благо бюро задания в других мирах, как в астрале, так и на неизвестном нам некросе. То есть всякие табутавки делали и добывали нюху, но бибурацкую. А, и кстати о нюхе. Коль мы добились таких успехов, пора бы уже и поговорить о том, ради чего мы сюда и пришли. Во всех мирах обитают куклы, конкретно на Глорксе мы можем найти куклу или бодовскую, но, чтобы ее увидеть, нужно быть крутым. Именно, кукла становится видна лишь по достижению большого показателя авторитета в размере 50 единиц. После этого на нашей карте будет показана кукла, и лишь на карте мы ее способны будем видеть. Правда, авторитет просто так не заработать, ведь основной его источник убийство других вангеров, поэтому мне пришлось всем вот этим заниматься, чтобы потихоньку накопить на этот медленный, но очень жуткий трактор. Вы только посмотрите, у него впереди пила и что-то срамное сзади? Убийца? С помощью этой махины мне и удалось совершить небольшой геноцид водителей. Хе, старую собаку новым трюкам не обучишь. Ну да ладно, к сбору нюхи мы готовы. Сначала хочу обрадовать телеподов, а поэтому загружаю в свой туре множество контейнеров для нюхи, да-да. Если уж и набирать ее, то побольше, ведь мы потом получим прибыль. Стараемся держаться рядом с куклой и когда будем близко-близко нажимаем на контейнер сразу на все, чтобы собрать свежепропитанный грунт и везем его прямиком к липкому. Он очень рад такому подгону. Вот так раз, механик. Где ты смог добыть столь нужную нам нюху? Уж не защекотал ли в смерть ты вангеров других проедоха? Или впрямь добрался до елипотской куклы? Сам? Ну и делец, задоров тебе, я вижу. Этим задором, я считаю, получил за 49 порций нюхи почти что 20 тысяч бибов. Это очень хороший бизнес. А в самом же фастрале я налутал нюхи бибуратской для буравчика и... Возглавляемую умной комиссию по приему нюхи доставлен нюхоконтейнер. Вдыхание через ноздрю подтвердило бибуратность содержимого. И вот так я заработал много бибов. Думаю, уж можно и на некрас неизвестный двигать. Уж надеюсь, там никаких сюрпризов мне не уготовлено. Уверяю тебя, ты обретешь здесь свое счастье с нами красивыми циксами. А на сегодня все, верные мои колесники. Хочу вам задать вопрос съедать пищу для жарких спорнф. Чьи биос вам больше по душе? Или поды, аль, бибураты? Ленивые, жирные поэты или же суровые, агрессивные и туповатые слуги системы? Обсудите, расскажите, а коль среди вас есть художники, то рисуйте по игре арты, потому что, а как иначе поддержать рост аудитории и мотивировать кранка делать новую часть? А? Ну и напоследок хочу сказать пару слов насчет аудитории вангерской. Комьюнити все еще живет и развивается, люди гоняют вангерский мультиплеер, плюс активно создается мерч и рафляные штучки. Если что, вступайте, присоединяйтесь и не дайте вангерам быть забытыми. Пока, брюхолапые!